Друзья мои, всем привет! С вами Акер Механик. Многие из вас с приходом, скажем так, зимнего периода сталкиваются с затрудненным пуском своих автомобилей. У кого автомобили на гарантии обращаются на дилерские станции по причине разряда АКБ и так далее, и когда им говорят, что ваш автомобиль исправен, их это очень удивляет. Что же случилось? Почему АКБ разряжается, когда у меня новый автомобиль и вроде бы новый аккумулятор, а все равно завести автомобиль не могу. Сегодня хочу рассказать об этом, хотя все это обычно написано в инструкции. Так вот, друзья, на всех современных автомобилях есть сейчас всякие возможные, всевозможные полезняшки, которые облегчают вам жизнь. Что это? Это датчики дождя, датчики света и так далее и тому подобное. Почему-то никто не обращает внимания, когда читает инструкцию, что в инструкции к автомобилю написано, что прежде чем выйти из автомобиля и поставить его там на охрану и так далее, нужно выключить все потребители. Вот, например, есть у вас датчик дождя и света, да, вот свет, он стоит на отметке автомат. Но при уходе лучше выключать и ставить его в ноль. Почему? Вы скажете, да чего он меня парит, это обычно наверняка какая-нибудь утечка тока и исправный автомобиль, не должно происходить никаких утечек. Да, но не на всех автомобилях и на всех моделях. Второй момент. Датчик света и дождя. Вот здесь вот. А секрет, ребят, в том, что, да, после того, как вы ставите автомобиль на охрану, как правило, блоки автомобиля исправного должны засыпать, а именно отключаться, как вот у меня, например, есть разгрузочное реле, и перестать употреблять какой-либо ток. Но такие вещи, как датчик дождя, датчик света и так далее, они продолжают работать, даже когда они выключены. То есть сам по себе, вот так называемый фотоэлемент, как таковой, он продолжает работать. Также продолжают работать, улавливать различные волны, активный круиз-контроль, адаптивный круиз-контроль. Поэтому на всех новых современных автомобилях, напичканных различными электронными помощниками, очень часто такие моменты включаются. Поэтому прежде чем уходить и ставить автомобиль на охрану, выключайте все потребители, а именно ставьте положение регуляторов в ноль, и тогда, мало того, что зимой ваш аккумулятор, например, у него падает емкость, он и так может, грубо говоря, особенно если не очень сильный, довольно-таки ослабевать. А еще ваши потребители, если вы не поездите автомобиль, ну, хотя бы пару-тройку суток, реально вы можете столкнуться с тем, что приходите, а автомобиль не можете завести. С приходом зимы, с приходом пасмурных, дождливых, снежных дней, когда постоянно идет либо снег, либо дождь, и, например, как в моем регионе, очень много времени темно, естественно, все эти потребители, датчик света, датчик дождя, они постоянно работают. Надеюсь, это было видео вам полезно. Почитайте, кстати, инструкцию, это все написано. Собственно, все эти мои советы вам рассказаны, ну, просто мелким шрифтом. Ну, а с вами был Акер Механик, и огромной вам удачи, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok